Всем привет! Это канал Дарина Свит, меня зовут Дарина, это Лиза и Ника, мои собаки породы Джек Рассел Терьер. Вы знаете, когда я только-только начинала вести этот канал, а было это примерно два с половиной года назад, то первое видео на этом канале было о породе Джек Рассел Терьер. К слову, очень интересно вот так пересматривать свои первые видео на YouTube. Так вот, там я рассказала о характеристиках породы, о том, что у нас, кстати, не две, а четыре собаки в семье, у моей мамы живут еще и мальчики ДРТ, Лео и Доминик. В общем, все о Джеках, что я знала на тот момент. А я, кстати, занималась тогда выставочной деятельностью своих собак, разведением щенков. В общем, я в прошлом заводчик этой породы, и мне есть, что о ней рассказать. Кстати, еще расскажу, друзья, сейчас щенков я не развожу, не занимаюсь их продажей, потому что до сих пор это, наверное, самый часто задаваемый ко мне вопрос. Но теперь многие подписчики стали мне писать о том, что именно после просмотров моих видео они решились приобрести себе щенка породы Джек Рассел Терьер. Иногда они даже называют своих любимцев в честь моих собак. Ну, конечно, мне это безумно приятно, мне это очень льстит. Но бывает так, что люди, даже хорошенько не узнав ничего об этой породе, приобретают себе Джек Рассел Терьера. Например, им просто понравилась та картинка, которую они увидели на экране. Но Джек Рассел Терьер подойдет далеко не каждому. Понятно, что у всех пород есть свои какие-то характерные особенности. потребности, инстинкты, темпераменты и так далее. Ну и да, можно даже так сказать, есть свои плюсы и свои минусы. И я решила снять такое видео о плюсах и минусах породы Джек Рассел Терьер. И если, возможно, вы сейчас присматриваетесь, планируете приобрести себе щеночка такой породы, то это видео может быть вам полезным. Но здесь, пожалуй, сразу мне стоит оговориться, что, например, гиперактивность Джек Рассел Терьера для кого-то это громадный минус. Ну, потому что человеку трудно три раза в день выгуливать собаку, выбегивать, тренироваться с ней, давать активные нагрузки и так далее. А для другого человека это может быть наоборот громадный плюс, потому что он ведет активный спортивный образ жизни, и такой компаньон ему не помешает. Это я к чему, что все равно все очень индивидуально. Я хочу сегодня назвать, так скажем, объективные достоинства и общепринятые недостатки этой породы. Ну а решение, конечно, все равно останется только за вами. Ну что, если готовы, давайте начинать. Каждая собака это существо со своим характером и темпераментом. Джеки это источник постоянного позитива и неиссякаемой энергии. Именно так их можно охарактеризовать. Это большой, серьезный пес в теле маленькой собачки. Активный и очень милый на вид собаке этой породы порадует всех членов семьи. И взрослых, и детей. Ну, как вы уже, наверное, догадываетесь, то я лично обожаю породу Джек Рассел Трегет. Для меня это просто идеальная собака. Но, признаюсь честно, для того, чтобы дать своим собакам должную физическую и умственную нагрузку, да, мне пришлось сделать над собой некоторые усилия. Пересмотреть свой график, свой режим. Я, например, абсолютно не спортивный человек. Я не веду активный образ жизни, да и чего скрывать, у меня пора бывают серьезные проблемы со здоровьем. Но я стараюсь максимально давать нагрузку своим собакам, какую могу, потому что знаю, что если ее не будет, то могут начаться проблемы. В общем, друзья, давайте уже поговорим о положительных качествах. Джек Рассел Трьер обладает рядом достоинств. И я хочу их разделить на психологические и физические. Итак, психологические качества. Собаки этой породы очень общительны. И это огромный плюс. Вам не нужно бояться, что питомец станет ревновать вас к домочадцам или причинит вред здоровью вашему ребенку. Скорее наоборот, обожая бесконечные активные игры, Джек Рассел будет радовать ваших детишек, особенно непосед. Благодаря своей любознательности и смекалке, Джек Рассел легко поддается воспитанию и дрессировке. Главное уделять занятиям достаточное количество времени. Джеки прекрасные охранники и защитники. Я бы даже сказала в первую очередь – звоночки. Они всегда повестят вас о возможной опасности, услышав малейший звук за дверью. Также без раздумий кинуться на вашу защиту, даже если нападающий будет гораздо крупнее. Джек Рассел Терьеры добры и дружелюбны. Обычно спокойно относятся к незнакомым людям, если не чувствуют от них опасности. Вот наши собаки так вообще встречают всех людей на улице, как родных. Джек Рассел Терьер легко адаптируется к любой смене обстановки, поэтому он хорошо будет себя чувствовать как в квартире, так и в частном доме. Собаки этой породы прекрасные лекари. Они чувствуют, если человеку плохо. Это правда. Они помогут справиться с плохим настроением и подарят много часов веселья. Очень часто Джек Рассел Терьеров используют в канистерапии, то есть в лечении с помощью собак. Теперь пару слов о физических качествах. Первое, что приходит в голову, когда вы видите Джек Рассела, это энергайзер на ножках. Да, Джеки невероятно активны. И если вам доктор, например, прописал прогулки на свежем воздухе, то такой питомец составит вам чудесную компанию. Ведь собаки этой породы просто обожают много и долго гулять. Охотничьи инстинкты Джек Рассел Терьера станут плюсом для любителей спорта, велосипедных прогулок и долгих походов. Эта собака прирожденный спортсмен. Выносливость и способность высоко прыгать позволяют Джекам сопровождать своего хозяина куда угодно, будь то горы или лес. Кстати, об охоте. Если вы любитель профессиональной охоты, тогда вы выбрали прекрасного спутника. Ловкий и мужественный Джек Рассел Терьер догонит и, если это будет необходимо, вытащит из любой норы лисицу или маленького грызуна. Также собаки этой породы отлично работают по следу. Джек Рассел Терьеры совершенно неприхотливы в уходе. Едят они практически все, нет проблем с лишним весом. Уход за шерстяным покровом, независимо от его типа, также не доставит вам особых хлопот. Хотя это касается именно самого ухода, а вот насчет шерсти мы поговорим отдельно еще немножко позже. Еще один громадный, на мой взгляд, плюс собак этой породы – компактный размер. Джеков можно содержать в небольших квартирах. И это собака-компаньон. Во время долгого похода Джек Рассел Терьер легко поместится в рюкзак или в специальную сумку-переноску. Его можно взять на ручки, и это позволит вам, например, сбежать каких-то конфликтных ситуаций. О плюсах Джек Рассел Терьера можно рассуждать очень долго. Но важно понимать, что без должного внимания, без воспитания и дрессировки, питомец может стать непослушным, агрессивным, разрушительным, очень шумным. Поэтому все эти достоинства вот так вмиг могут превратиться в неудобные для человека недостатки. И вот теперь давайте рассмотрим минусы породы Джек Рассел Терьер. Как и достоинства, все, так скажем, минусы, недостатки этой породы можно разделить на две группы. Психологические, то есть это черты характера, и физические. Начнем с психологических недостатков. Представители этой породы – прирожденные охотники. Азарт и риск у них в крови. Любое внезапное появление чужого животного в поле зрения Джек Рассела может свести его с ума. Кошка, ежик, белка, птица – для Джеков это ничто иное, как вызов. Забыв обо всем, он кинется догонять потенциальную жертву. Именно поэтому необходимо заниматься воспитанием и дрессировкой собаки с щенячьего возраста, иначе не избежать проблем. Бывает, что представители этой породы очень доверчивы. Это может плохо обернуться для вас, если не приучить питомца отличать своих от чужих. Ведь его могут просто украсть. Вот наши мальчики, Лео и Доминик, они любят всех и каждого. Девочки немного поспокойнее в этом плане. Наряду со смекалкой и высоким интеллектом, Джек Рассел Терьер довольно хитрый. Если вы проявите слабость, то они начнут вами манипулировать. Например, если один-два раза угостите питомца со своего стола, то он начнет с кулежом или позой суслик выпрашивать у вас еду. И еще один недостаток. Без должного воспитания Джек Рассел Терьер может открыто, вплоть до драки, выражать агрессию к однополым собакам, даже если они превышают его размерами. Таким образом питомец пытается отстоять свою территорию. Чрезмерная активность собак этой породы может стать огромным минусом для тех людей, которые, например, постоянно заняты, или наоборот, для домоседов. В любом случае, если Джек Рассел Терьер не получает должного внимания и физической нагрузки, он начнет крушить имущество в квартире. Если им нечем будет заняться, я имею в виду не только физическую нагрузку, но и умственную, они могут начать ломать и грызть все подряд. Без игрушек и занятий, отвлекающих внимание, вам просто не обойтись. Если же вы живете в частном доме, то будьте готовы к постоянным ямам, а может быть и к достаточно большим рвам. Представители этой породы просто обожают рыть и копать, ведь это одна из их главных функций – это норные собаки. О, но теперь о наболевшем – шерсть. Если у вас Джек Рассел Терьер с гладким и коротким типом шерсти, то вам придется смириться с тем, что шерсть будет просто везде. Гладкошерстные Джеки линяют очень сильно и постоянно, круглый год. Шерсть просто сыпется с них, она въедается в мебель, в одежду, от нее очень сложно избавиться и очиститься. Питомцы с таким типом шерсти линяют гораздо больше своих собратьев с длинным шерстяным покровом. Например, для аллергиков гладкошерстный Джек Рассел Терьер просто противопоказан. Джеки с жесткой шерстью типом Брукен линяют меньше, но они нуждаются в регулярном тримминге, и если вы не освоите это искусство самостоятельно, то вам придется постоянно посещать грумера. Еще раз отмечу, что несмотря на свои компактные размеры, собакам этой породы требуется очень много физических нагрузок. Даже если вы проживаете в частном доме, это не избавит вас от продолжительных прогулок и выполнения специальных задач и упражнений. И если вы устали, а ваш питомец хочет играть, гулять, заниматься, то вам придется пересилить себя и отправиться на прогулку, потому как отсутствие нагрузки не просто огорчит вашего любимца, нет, оно может привести к нарушениям в психике и даже к проблемам со здоровьем. Ну что ж, исходя из всего вышесказанного, можно сделать такой вывод, что самая главная особенность Джек Рассел Терьера – это его гиперактивность, и нужно постоянно заниматься его воспитанием и дрессировкой. Если вы решите завести Джек Рассел Терьера, то самое главное слово, которым вы должны руководствоваться – это «внимание». Собака нуждается в большой физической активности, в обилии игрушек, умственной нагрузке и, конечно же, общении. Если собаку заставлять, как говорится, долго сидеть на одном месте или оставлять ее одну дома, не обращать внимания на Терьера, то, к сожалению, такая собака начнет просто чахнуть. Вы скажете, любая собака нуждается в воспитании, в дрессировке, в тренировках, во внимании и так далее, и я с вами соглашусь. Но далеко не все породы собак нуждаются в таком количестве физической нагрузки. Далеко не у всех собак так сильно развит этот охотничий инстинкт, который значительно усложняет процесс дрессировки. И если вы не ведете активный образ жизни, если вы много работаете, редко бываете дома, у вас мало свободного времени, то, возможно, и вам, и собаке будет лучше, если вы выберете другую породу. Еще раз хочу подчеркнуть, друзья, что все эти достоинства, якобы недостатки, которые я только что назвала, они могут стать для вас как минусами, так и плюсами. Все зависит только от вашего образа жизни. Да и практически все эти недостатки, их можно исправить благодаря вниманию, удовлетворению потребностей вот таких супер темпераментных собак, и тогда вы получите себе в компаньоны очень активную, преданную и безумно любящую вас собаку. В конце этого видео я хочу еще разок искренне признаться в любви к этой породе и сказать, что суть этого ролика не в том, что не заводите джек-красы ультерьеров, а в том, что перед тем, как приобрести собаку, не выбирайте ее только по внешнему виду, а знакомьтесь с характеристиками этой породы, чтобы потом в будущем избежать каких-нибудь неприятных сюрпризов. А на этом все. Не забудьте про лайк, про подписку, ждем вас в своем инстаграме. У нас там, кстати, тоже очень интересно, иногда даже интереснее, чем здесь. Всех любим, крепко обнимаем и до встречи в следующем ролике. Пока!